Райские люди – это те, кто имеет благой нрав. Когда у кого-то скверный характер, это говорит о том, что в его имане есть недостаток. Признак полноценности имана – прекрасный нрав. В священном Коране Аллах говорит «Воистину твой нрав превосходен». Имам Ибн Джузай Аль-Кальби пишет «Аллах похвалил нрав посланника Алей-саляту-ассалям. Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что его нравом был Коран. Она имела в виду, что он обладал всеми без исключения нравственными качествами, которые упомянуты в Коране похвальными, а также выполнял все повеления Корана. Он был настолько милосердным, что находил время для каждого, до такой степени внимательный и душевный, что все, кто находился рядом с ним, чувствовали себя так, будто нет никого более уважаемого для него, чем они сами. Они все чувствовали себя близкими к нему. Какое удивительное качество! Мы даже не можем иметь подобные отношения со своей семьей. Бывают такие братья, казалось бы, соблюдающие, но их нрав бывает настолько мерзким. Давать таслим или отвечать на него для них в тягость, а отношения со своей семьей и детьми у них еще хуже. И так как же нужно взаимодействовать с людьми? В Коране есть следующий аят. По милости Аллаха ты был мягок с подвижником. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, они бы обязательно покинули тебя. Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними в делах. А когда примешь решение, то уповай на Аллаха. Поистине, Аллах любит тех, кто уповает на Него. Это идеальное руководство взаимоотношений. Практика этого аята приведет к успеху и в Дунии, и в Ахира. Самое простое, с чего вы можете начать, это думать перед тем, как что-либо сказать. Подумайте, прежде чем что-либо сказать. Есть ли польза от этого? Не обидит ли это кого-то? Каким образом вы собираетесь сказать это? Только после осмысления всего произносите то, что хотите сказать. Некоторые люди не думают, говоря все, что приходит на ум. Потом оправдывают себя, говоря, что они просто прямолинейные. Это не прямолинейность, это не воспитанность. И не ожидайте от людей ничего. Ожидание может привести к разочарованию. Дайте окружающим почувствовать свою важность и ценность. Советуйте с ними. Показывайте свою радость при встрече. Расспрашивайте об их делах. Дайте им возможность рассказать вам свои мысли. И помните, Всевышний не прощает притеснителя, пока не простит его тот, чьи права были ущемлены. Просим помощи у Аллаха, чтобы он помог нам в наших взаимоотношениях с людьми и сделал нас благонравными. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...